Друзья, всем привет! На связи Alex Pro. И сегодня хотелось бы с вами этим теплым, погожим сентябрьским вечером поговорить вот о чем. Сентябрь почти закончился и дата активации протокола Segwit2x по жесткому разветвлению сети блокчейна биткоина по увеличению размера блока до 2 мегабайт приближается быстро. Поскольку время истекает, тема снова становится острой и очень актуальной, так как некоторые подписавшие Нью-Йоркское соглашение Нью-Эй-Эй вышли из него, а противоречия между пользователями и членами отрасли продолжают возрастать. План по внедрению Segwit2x в ноябре все еще в процессе реализации, поскольку ведущий разработчик рабочей группы Джозеф Гарзик 18 сентября заявил, что план остается все тем же. И согласно статистическим данным, CoinDance поддержка Segwit2x по-прежнему составляет более 90% на момент подписания. До сих пор только несколько компаний, таких как Bitwalla и Way0S, отказались от внедрения Segwit2x, и F2Pool по-прежнему поддерживается, придерживается Нью-Йоркского соглашения. Так что, друзья, скоро ждем вторую часть нашего Segwit2x. Ну а сейчас хотелось бы еще осветить вот какую тему. Вы тоже, наверное, думали над тем, что же помешало биткоину пойти на 5000 и выше. Если посмотреть на фундаментальный анализ, то помимо высказываний отставших от прогресса престарелых пожилых банкиров, технических аналитиков, трейдеров с Форекс и других бирж, то есть лишь одна причина, сдерживающая биткоин. Это слухи о планах Китая. Когда такой авторитетный источник информации, как The Wall Street Journal, публикует статью о возможном полном запрете торговли криптовалютой в Китае, в том числе через P2P-сети, можно только порадоваться тому, как хорошо держится биткоин в этой ситуации. Не падает, не летит вообще на самое днище, а держится благодаря людям, которые в него верят и вкладываются в него. Возможно, два варианта развития этих событий. Или же это информация фейк созданная для того, чтобы продавить курс и дать возможность войти к крупному капиталу перед полетом к новым высотам. В этом случае стоит вычеркнуть Wall Street Journal из списка достоверных источников информации. Второе, это Китай действительно приложит все усилия, чтобы изолироваться от криптовалют, через которые из страны вытекают их деньги. Сложно судить, насколько разумным выглядит этот подход, но китайским гражданам и майнерам, в том числе, придется не сладко. В этом случае биткоин может ожидать существенная просадка, но потом, поскольку у других стран нет желания, нет даже возможности, технической возможности организовать криптовалюту подобным образом, курс неизбежно пойдет вверх. Только на этот раз мы все окончательно избавимся от китайских майнеров, практически беспрерывно пытавшихся манипулировать курсом и диктовать свои условия. Какой бы вариант развития событий не случился в перспективе, нас ждет профит в любом возможном исходе. Все должно решиться до конца сентября, друзья. Ждать осталось совсем недолго. Buy and Hold. Покупайте и держите до завершения Segwita 2X. А там уже посмотрим, все уже будет видно и все понятно. Но однозначно стратегия Hold, она принесет успех. И в конце своего выпуска я бы хотел дать небольшие рекомендации по монетам. Помните всегда, выставляйте стоп-лосс по цене ниже примерно 5% от цены покупки, на всякий случай, мало ли что. И не покупайте на всю котлету одну монету, друзья. Диверсифицируйте. В одну монету я бы рекомендовал вкладывать где-то 7-10% от общего инвестиционного капитала в крипту. Рекомендую. Ну, во-первых, это биткоин. Надо взять и держать эфириум. Потом лайткоин однозначно. Мы в него верим, потому что 22 сентября основатель лайткоина провел первую межблокчейновую транзакцию без посредников. Из одного блокчейна в другой блокчейн. Вот, поэтому это было опубликовано в его официальном твиттере. Эта новость однозначно подстегнет и курс, и интерес к этой монете, к этому цифровому серебру. Поэтому в лайткоин верим, держим за ним огромное будущее. Также хотел бы еще порекомендовать Нео. Очень перспективная монетка. ОМГ. Потом Цивик. И, возможно, Стим. Ну, я не говорю о таких классических фундаментальных монетах, как NEM, как Dash. За Dash тоже хорошие перспективы. Вот, и так далее. Ну, топ-10 мы, грубо говоря, не обсуждаем, потому что они однозначно перспективны. Но они не дадут такой большой волатильности, как альткоины, которых я упомянул сейчас выше. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да пребудет с вами сила, большой профит, успех. И главное, будьте спокойны, будьте счастливы, друзья. До скорых встреч. Пока.